Девушки отдыхают Девушки отдыхают Встречалась с Казанским государственным энергетическим университетом Во всех четвертях девушки из Федерального университета Везли сопернику минимум 4 очка Самый максимум команды выдали в третьей 10-минутке Завершив ее со счетом 10-25 Итоговый счет 42-75 Сборная КФУ второй раз подряд бронзовые призеры чемпионата Мужская сборная в своем матче за третье место Вышла на книту КТК Парни из Федерального университета Выдали хороший старт Перебросав своих соперников в первой четверти на 15 очков Но в остальных четвертях Повторился сценарий заключительного матча Кругового этапа Третью четверть КТК выиграли со счетом 10-31 Четвертую 16-31 Итог встречи 62-86 КФУ четвертые Книту КТК третьи В финальных встречах сборная Павловского государственного университета физической культуры, спорта и туризма Без особых проблем забрала золотые награды Девушки обыграли книту КТК 92-52 А парни оставили с серебром Энергоуниверситет 89-67 Что ж, продолжаем говорить о чемпионате АСБ Дивизион Республики Татарстан И у нас в студии главный тренер женской сборной КФУ Вадим Данилов Вадим, большой привет Здравствуйте Что ж, с очередной бронзой поздравляю По самому чемпионату давайте поговорим По сравнению с прошлым годом Насколько тяжело было Насколько сильно у нас поменялся состав Во-первых, добавились несколько новых команд То есть добавились набежные челны Две команды Пока для них это первый чемпионат И они не совсем готовы к тому уровню конкуренции Который здесь, в Казани Но я думаю, на следующий год они уже подготовятся Прибавят и будет гораздо интереснее Вот, если брать именно нашу команду То мы ежегодно ставим цели выиграть И, к сожалению, в очередной раз нам это не удалось Поэтому план на сезон не выполнен Вот у нас в сезоне есть постоянная команда Которая вот нам не сказать, что удобно Это КТК, как обычно бывает И Энергоуниверситет С КАИ мы как-то уже привыкли играть Обычно КАИ обыграем Что вот с этими командами Почему вот с ними Когда по афише смотришь Вроде бы должны брать очки По факту, наоборот, проигрываем Мы в этом году хорошо сыграли И с теми, и с другими Оба матча забрали Поэтому в этом году проблем с ними не возникло А говоря о приезжих командах из Набережных Челнов Нет ли такого варианта развития событий То, что эти команды просто как набор очков Для тех, кто уже давно играет в АСБ То есть, понятное дело, мы расширяемся У нас теперь дивизион называется Не Казань, а не Республика Татарстан С организационной стороны это хорошо А вот самим командам интересно вообще играть С такими, по сути, аутсайдерами турнира В целом, когда появляются новые команды Играть становится интересней Потому что мы играем несколько чемпионатов Но всегда с одними и теми же командами Команд не так много Мы все варимся внутри вот этой всей И в итоге за сезон мы играем по 6 игр Бывает с одними и теми же командами Когда появляются какие-то новые То это гораздо интереснее становится Поэтому мы очень рады, что они появились Это новый вызов для себя, да? Это просто разнообразие Хорошо, по финалу четырех В этом году мы попали в полуфинале На университет уже спорта По регулярному чемпионату Наверное, хотелось бы все-таки на третье На второе место забраться По регулярному чемпионату Мы оступились в игре с аграрным университетом Девочки, которые основные Я им дал отдохнуть И, наверное, это была... Не, наверное, это была моя ошибка Я недооценил соперника И эту игру мы проиграли Поэтому мы в плей-офф уже играли против Академии А могли играть против КТК, например Вот по финалу четырех пройдемся Вот игра с Академией Счет, ну, говорит сам за себя 116-50, по-моему Нет, это у парней такой счет был Ну, тоже за сто Очень близко, очень близко, да За сто университет спорта сумел перебежать Как противостоять от университету спорта? Это то же самое, что и в футболе, в хоккее В счастье для всей республики Татарстан Когда университет спорта кто-то обыгрывает Согласен Но нам не удалось Мы ежегодно стараемся, пробуем Но пока не получается Тяжело конкурировать с девочками Которые профессионально как бы занимаются Они именно учатся на этих направлениях Это люди, которые спортсмены А в университете у нас Это умные ребята, которые параллельно Параллельно занимаются баскетболом Поэтому тяжеловато в этом плане Матч за третье место против Энергоуниверситета Какая оценка? В целом матч был неплохой Но были свои моменты, где мы могли прибавить Где мы постоянно совершаем одни и те же ошибки Мы стараемся их исключить Но, к сожалению, из раза в раз мы наступаем на одни и те же грабли Но в целом игра удалась Сыграли Заняли третье место, поэтому победители не судят В данном случае Планы на будущий сезон Можно так сказать АСБ считается у нас все-таки в Республике Торстан таким основным Нежели студенческая баскетбольная лига Что, кстати, дальше? Финал четырех прошли Мы куда-то дальше проходим Лига Белова там или еще что-то? Да, мы подали заявку на участие в Лиге Белова Посмотрим Там нам должны дать ответ В ближайшее время И уже, возможно, мы куда-то поедем И по составу еще вопрос У нас, скорее всего, есть девушки, которые уже будут заканчивать Да Кто это конкретно? Даша Ашгибисова и Фейля Галимова Основные, которые у нас забивные двоятся Как будете восполнять потери? Больше тренироваться Ну, и надеяться, наверное, на то, что еще первый курс подтянется, да? Если честно, я надеюсь, особо в этом плане не пытаю Потому что, опять-таки, вуз не спортивной направленности Поэтому будем тренироваться Ну, по задачам попробую себе стать немножко таким вангой Первое место в ОСБ, первое место в студенческой баскетбольной лиге И двукратное преимущество над университетом спорта Верно? Такие планы на сезон? Попробуем Хорошо У нас в студии был Вадим Данилов Главный тренер женской сборной по баскетболу Казанского федерального университета Вадим, большое спасибо, что нашли время к нам прийти Спасибо вам Переходим на лед Давненько в нашей программе не было студенческого хоккея И вот на этой неделе, наконец-таки, в рамках студенческой хоккейной лиги Сборная Казанского федерального университета встречалась со сборной КХТИ С первых минут встречи было видно, что обе команды равны по уровню игры И матч обещал быть интересным Открыл счет встречи игрок сборной КФУ Дмитрий Кабанов на 12-й минуте первого периода Второй период обе команды начали очень активно Следующий гол был лишь вопросом времени На 12-й минуте второго периода Кабанов оформляет дубль Спустя всего три минуты сборной КХТИ удается сократить отставание до одной шайбы В третьем периоде единственную шайбу забрасывают игроки КХТИ на последних минутах основного времени матча 2-2 игра переходит в серию буллитов Бросок Руслана Телегулова стал первым и последним заброшенным в этой серии 3-2 сборная КФУ одерживает победу Далее поговорим о спартакиаде вузов Республики Татарстан На этой неделе командам предстояло сразиться в самом прекрасном, в самом эстетичном и самом динамичном виде спорта Речь идет, конечно же, о фитнес-аэробике В Униксе побывал наш корреспондент Диана Урядова И она сейчас поделится своими впечатлениями, эмоциями от этой красоты, от этой грации В общем, смотрите, будет очень красиво 27 февраля спортивный комплекс Уникс принимал спортсменов из разных вузов Татарстана для участия в спартакиаде Для всех спортсменов и любителей этот день стал долгожданным торжеством Федерация фитнес-аэробики отмечала свое десятилетие Кроме того, в прошлом году соревнования не удалось провести в связи с коронавирусной инфекцией Поэтому все были в ожидании познакомиться с новыми составами команд и их программами Представители восьми вузов приняли участие Новичками этого года стали спортсменки из университета правосудия Команда показала яркую программу в категории степ-аэробика Из-за нехватки опыта девушкам удалось занять лишь восьмое место Кроме степ-аэробики был дан широкий набор дисциплин Аэробика, аэробика пять человек, хип-хоп, хип-хоп большая группа Самыми яркими национальными для всех зрителей и участников оказались хип-хоп выступления Энергетически мощные движения и хорошо знакомые мотивы приковали внимание зрителей Перед командой из КФУ предстояла задача удержать лидерские позиции На прошлых соревнованиях спортсмены из Казанского федерального взяли золото во всех категориях Кроме аэробика пять человек Всегда в выступлениях есть плюсы и минусы И после одного года поменяем программу И это была новая программа Первый раз на площадке Безусловно получилось не все Не то чтобы даже идеально, а не все хорошо Полуфинал это первый выход на площадку Вам получился хуже, чем финал Но всегда нужно как-то обыгрывать свои ошибки, делать из них выводы Поэтому это был хороший опыт в любом случае Для удачного выступления спортсменам важна синхронность, артистизм, доведение элемента до конца, а также красивые прически и образы, за что многие участницы любят этот спор В критериях оценивания можно набрать максимально 10 баллов По итогам соревнований третье место в абсолютном первенстве занимает команда из Казанского инновационного университета Они смогли получить три бронзовых комплекта в категориях степ-эробика, аэробика, хип-хоп и две серебряные в аэробике 5 человек и хип-хоп большая группа Второе место получает команда из Казанского энергетического университета Спортсмены завоевали одну серебряную дисциплину хип-хоп, а также две золотые медали в аэробике 5 человек и хип-хоп большая группа Абсолютным чемпионом становится команда из Казанского федерального университета Одна бронзовая в хип-хоп большая группа и три золота степ-эробика, аэробика и хип-хоп Казанскому федеральному удалось удержать свои лидерские позиции, что дает им большое преимущество в следующих соревнованиях. Диана Урядова, Матвей Туваев, Неделя спорта. Завершаем нашу программу тоже масштабным мероприятием, но в рамках Казанского федерального университета. Внутривозовский этап чемпионата ССК России по мини-футболу у нас продолжается. И наш обозреватель Амир Сабиров за последними матчами на этой неделе проследил, проанализировал. И прямо сейчас в своем обзоре расскажет о самых интересных моментах этих встреч. Всем привет, с вами Амир Сабиров. Пока хоккей на Акбарс готовится к плей-офф, а футбольный рубин к возвращению в премьер-лиге, мы сделаем краткий экскурс по студенческому мини-футболу в рамках чемпионата АССК. Начнем с четверга, где Ибис с минимальным перевесом обыграл Кингс, а пенальтисты оказались сильнее их три. Номинальные хозяева Ибис открыли счет усилиями Давида Усаяна. Четыре минуты спустя Ратмир Куштанов сравнял. Дальше команды опять обменялись голами. Отличился Данил Заболовских и Исмаил Джон Эшенкулов. На последней минуте матча Резван Гарипов вырвал победу для своей команды. Этот игровой день завершился матчем между пенальтистами и Иф-3. У пенальтистов один гол забил Альфир Зинатулин. Дублями отличились Никита Коршунов и Амир Хасаншин. У Иф-3 Данил Милинин и Евгений Селин. В субботу в спортивном комплексе Уник сыграли КФУ с Ибисом и Кинг с пенальтистами. Эти матчи получились результативные. 21 гол в двух играх. Смотрим. В первом матче КФУшники оказались сильнее со счетом 9-5. Дубль за Дмитрием Вороновым. Покер за Ильнаром Набиулиным и хат-трик у Даниила Шкурина. Во втором матче победу одержали пенальтисты со счетом 5-2. Отличились уже Альфир Зинатулин, Нияс Магтасимов, Герман Фатин, Ратмир Куштанов и Смейлжон Эшенкулов. В этот же день свои матчи успели провести Реал с ФМК и Спартак-2 с парламентом в спортивном зале Бутверова. Первый матч получился упорным. В тяжелом матче выиграли футболисты ФМК со счетом 5-4. Отличились Андрес Парра, Андрей Шишов, Батыр Анасахедов, Раджапали Исаков, Радик Малахметов. Во втором матче парламент разгромил своего соперника со счетом 7-0. Творцами победы стали Мират Габитов, Карим Галеев, Хасан Камил, Александр Михайлов, Иршат Умедбаев. Последний игровой день открывали команды ФМК и Спартак-2, а закрывали Исфнимк с Реалом. Как и ожидалось, в первой игре фавориты не оставили шансов своим оппонентам. Итоговый счет 5-0. Медийщики, в свою очередь, в тяжелом поединке вырвали победу со счетом 6-4. Покер оформил Кирилл Стекольщиков. Хэтрик Андрей Шишов. И по одному мячу забили Асадбек Халилов, Артур Касовских, Абдулмалик Мавлютов. На этом наш обзор завершен. На следующей неделе мы с вами поговорим о плей-офф континентальной хоккейной лиге и российской футбольной премьер-лиге. С вами был Амир Сабиров. До новых встреч. Ну и на этом все. Вот такая у нас выдалась неделя спорта. А что будет дальше, посмотрим. Поздравляем вас с первым днем весны и девушек с наступающим 8 марта. В следующий вторник мы, к сожалению, с вами не увидимся. Так что увидимся через две недели. Удачи, успехов. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok